СОЦИОЛОГИ Социологи выяснили, что для большинства взрослых людей здоровье является ценностью главной и безусловной. 73,5% опрошенных поставили ее по степени значимости на первое место. О праве на здоровье в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» с удовольствием представляю нашу гостю. Это Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, сам ГМУ, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Лидия Алексеевна. Добрый вечер. Итак, программу сегодня мы назвали «Право на здоровье». И получается, Лидия Алексеевна, что мы с вами сегодня не столько о медицине, сколько о каких-то юридических моментах будем говорить, да, в правовом поле. И, ну, какие ваши предложения, с чего начнем? Начнем мы, наверное, не совсем обычно. Ну, привычно задавать вопросы ведущему, а можно я задам вопрос ведущему. Вот вам с удовольствием передаю. Да, Иннас, как вы думаете, как нужно жить, исполняя нормы закона или жить нужно все-таки по сложившимся обычаям и по понятиям? Лидия Алексеевна, это как делить будем, по-дрожбе или по-братски, да? Да. Сложный вопрос. Ну, мой муж всегда говорит, если не знаешь, как поступить, поступи по закону. Наверное, вот я ответила. Ну, наверное, это не место для такой большой дискуссии, но хотел бы ответить сразу, что нужно убрать или, и жить нужно и по закону, и по обычаям. Да, то есть здесь союз и подойдет, не или. А что такое обычаи? Обычаи – это способы морально-нравственного регулирования, которые, в общем-то, имеют во временном отношении гораздо большую протяженность, нежели законодательные нормы. Ну, и есть различия, если нормы закона государство принуждает исполнять, осуществляя контроль и применяя систему наказания в случае несоблюдения законодательных норм, то обычаи и морально-нравственное регулирование осуществляют исключительно добровольно. Вот на основах норм морали и нравственности, ну, и такой внутренний голос, как совесть, здесь играет роль регулятора. Ну, и я начала так вот нашу передачу сегодня. Почему в советском здравоохранении правового регулирования было представлено, ну, достаточно мало. Нормативно-правовых актов в советской системе здравоохранения и особенно законодательных актов, которые регулировали бы отношения врача и пациента, вот я уже сказала, было сравнительно немного. Отношения врач-пациент складывались на отношениях как раз морально-нравственных принципов, когда пациент доверял врачу, он доверял ему не только свое здоровье, но и жизнь, а врач, другая сторона правоотношений, относились к пациенту заботливо. Ну, с момента, когда была принята Конституция Российской Федерации в 1993 году, мы стали строить правовое государство, и правовое государство отличается тем, что устанавливаются вот эти обычаи и понятия, они кодифицируются, становятся нормами закона, и законодательное регулирование в сфере охраны здоровья представлено сейчас достаточно емко. Ну, я могу сказать, права пациента вот сейчас охраняются, ну, наряду с Конституцией, охраняются тремя базовыми законами, они регламентированы в этих законах, важнейшим из них является 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, закон обязательного медицинского страхования и закон, который устанавливает права потребителя, закон о защите прав потребителя. И все эти три закона содержат вот правовой статус пациента, объем его прав. И я должна отметить, что вот другая сторона правоотношений, те, кто оказывает медицинскую помощь, в какой-то степени осталась бесправной, потому что права медицинских работников регламентированы только 323-м федеральным законом, и там объем прав по пяти пунктам. Касается в основном, ну, занятие права, права на профессиональную деятельность. И вот эта асимметрия, да, в объеме прав, она, конечно, уже вот вектор правоотношений выстраивает исключительно в сторону пациента на законодательном уровне, и, конечно, требует от врача в обязательном порядке знания этих правовых норм. Наша модель здравоохранения сейчас пациента ориентированная, и для того, чтобы в этой модели осуществлять эту деятельность, нужно, конечно, знать, соблюдать и в определенной степени защищать права пациента. Лидия Алексеевна, ну вот то, о чем вы сказали, отношения, которые существовали до 93-го условного года, и которые существуют сейчас, вот вроде бы все правильно, что мы строим правовое государство, что мы утверждаем какие-то нормы, но при этом, я думаю, что если бы спросить пациентов и медиков, то все бы с радостью вернулись, наверное, к тем отношениям, которые существовали раньше, поскольку они были более эффективными в плане самого предназначения медицины, то есть лечения. Когда нет эмпатии в отношениях врач-пациент, нет доверия, то о каком результате лечения мы говорим? Я не сказала телезрителям, но, в принципе, вы все хорошо знаете, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Если у вас есть что сказать вот в нашем таком непростом сегодняшнем разговоре, то мы будем, конечно, рады услышать вас здесь. Так вот, вы закончили на том, что правовые нормы и особенности, какие-то детали непременно нужно знать медицинским работникам. Да, знать и реализовывать. Но при этом ведь многие из медиков считают, что их дело лечить, обладать профессиональными знаниями, а на то, чтобы разбираться в юридических моментах, есть специально обученные люди. Ну да, часть врачей именно так и считает. И говоря о том, что да, я клиницист, есть у нас юристы, которые, вот их задача и заботятся о реализации прав в обраче. И логика-то есть в этом? Ну, логика есть, но еще раз, модель пациента ориентированная. И она, включая права вот в таком объеме, обеспечивая законодательное регулирование такого большого объема прав пациентов, она накладывает на медицинских работников обязанности. И обязанности медицинских работников, вы знаете, они невероятно широки. То есть все, что заложено в законодательные нормы, именно это и должен в своей деятельности осуществлять врач. Поэтому вот если мы будем говорить о соотношении прав и обязанностей, то у медицинских работников минимум прав, очень большой объем обязанностей и ответственность. Ответственность медицинских работников прописана во всех кодексах, начиная с Трудового кодекса, Административного кодекса, Гражданского кодекса и, самое главное, в Уголовном кодексе. И вот эта асимметрия прав вызывает какое-то, наверное, в медицинской среде, в профессиональной среде, какое-то ощущение вот такого немножко отторжения, правового нигилизма. То есть врачебное сообщество и все медицинское сообщество, наверное, в какой-то степени чувствует себя лишенным вот этого правового статуса. И, может быть, в знак протеста, может быть, все-таки из-за того, что еще недостаточно на образовательном уровне есть возможность подчеркнуть эти права. Но есть еще одна причина, совершенно с моей точки негативная, которая связана вот с состоянием охраны здоровья населения. И она заключается в том, что на сегодняшний день дефицит кадров врачей, он просто, ну я не могу сказать, что он катастрофичен. Я хочу привести просто несколько цифр. Вот на сегодняшний день в амбулаторном звене в целом по России 90 тысяч вакансий медицинских работников. Что такое амбулаторное звено? Это те, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. Первый рубеж. Да, у нас невероятно негативная ситуация в сельском здравоохранении. Практически вот на сегодняшний день 1100 вакансий участковых врачей в сельском здравоохранении и 500 вакансий врачей-педиатров. Если мы говорим о том, что государство каким-то образом, наверное, ну не может справиться с этой задачей, я с этим не согласна, потому что есть программа «Земский доктор», да, когда врачу, приезжающему в село, выделяются, они материально стимулируются. Но, вы знаете, вот 6,5 тысяч вакансий медицинских работников в сельском здравоохранении, которые сейчас свидетельствуют о том, что недостаточно этих мер. Ситуация вот очень была, использовалась очень хорошая мера, это целевая подготовка. Целевая подготовка врачей в вузах. По-моему, и сейчас это существует. Да, она существует, но вот в 2025 году 30% мест целевых оказалось незанятым. Более того, ситуация крайне негативная в том, что из выпускников вузов, которые пришли туда по целевому приему, очень многие не доходят до рабочих мест. И несмотря на то, что они выплачивают штрафы, ну вот я могу сказать, в 2021 году на 950 выпускников были наложены штрафы. Общая сумма средств, которые они выплатили за невыполнение договора, составила 40 миллионов рублей. Меры, которые предпринимаются государством, пока, к сожалению, не сыграли положительные роли в уходе от кадрового дефицита. А что происходит, Лидия Алексеевна? Ведь конкурс в медицинские вузы огромен, он не становится меньше. Студентов не становится меньше. Куда они все исчезают? Вы знаете, они не идут в профессию. И причины здесь две. Ну, низкий уровень заработной платы. Вот по статистике, да, 70 тысяч заработная плата врача у нас сейчас. Вчера президент озвучил, что только 10 регионов из 86 справились с выполнением указа о том, что заработная плата регионами должна у врачей, вернее, у медицинских работников должна составлять не менее 200% от средней заработной платы по региону. Всего 10 регионов справились с этой задачей. И 70 тысяч – это вот средняя сложившаяся по России. Ну, если мы примем во внимание, что в ряде регионов, например, в Москве, да, в Хантамансийском округе она далеко опережает, раза в три опережает среднюю по России, то есть, конечно, мы говорим о том, что у нас есть специальности врачебные, где средний заработной платы не превышают 25 тысяч. Что происходит и что это такое вообще сейчас средняя заработная плата? Это заработная плата на физическое лицо, не на штатную единицу. Но для того, чтобы было понятно, я хочу расшифровать, что врачи работают минимум на полторы ставки, а, в общем-то, иногда и на две ставки. И вопрос не только низкой заработной платы, а вопрос вот этой интенсификации труда врача, я, по сути дела, могу сказать, что это превращается в каторжный труд. Почему? Потому что профессия врача особенная – это контакт человека с человеком, который требует эмоционального напряжения, раз, коммуникации постоянной, но и это невероятно интеллектуальный труд. Это ведь не просто переговорный процесс, это колоссальное напряжение в восстановлении диагноза, да, в назначении лечения, и это работать с такой интенсивностью по 12-14 часов в день недопустимо. И понимаете, и выпускники вузов, когда они в процессе обучения приходят в медицинские организации и сталкиваются с этим, они уходят из профессии. Прежде чем мы поговорим с вами, что же теперь делать, вообще возможно ли с этим что-то сделать. Давайте прервемся на минутку, посмотрим, какие события произошли в здравоохранении страны и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. Самарские врачи провели операцию ребенку с редким генетическим заболеванием. Оно характеризуется повышенной хрупкостью костей и частыми переломами. Такие виды вмешательств проводятся лишь в восьми клиниках России, включая областную детскую больницу в Самаре. Роспотребнадзор предупреждает о нарастающей активности трех вариантов вируса гриппа – H1N1, H3N2 и B. Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы. Вакцинацию от гриппа в России прошли почти 60 миллионов человек. В Роспотребнадзоре также отметили, что рекомендованные в стране вакцины являются эффективными, помогают защититься от заболевания и его опасных проявлений. Новая операционная и медицинская техника. В Сызрани продолжается подготовка к открытию Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда и другими острыми сосудистыми состояниями будут получать здесь квалифицированную специализированную помощь. Более 800 тысяч жителей области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Это сделано в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике, а также на выездных мероприятиях областного спид-центра. Мы возвращаемся в студию программы «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей. Мы говорим о праве на здоровье и о том, что делать, чтобы медикам было комфортно работать, а мы получали хорошее лечение. Лидия Алексеевна, ну вы такую картину нарисовали, конечно, вообще безрадостную, но, собственно, выход-то из нее какой-то должен быть. Вот в сюжете, который сейчас прошел, что здесь было показано? Здесь была показана забота государства. Забота государства и выполнение государством того комплекса мер в охране здоровья, которое в целом мы не можем не ощущать. Сейчас мы это действительно видим. Мы видим заботу органов местной власти, исполнительных органов местной власти, которые все-таки решают вопросы. И, я уже сказала, максимально находят возможность повышения уровня заработной платы. Но если мы говорим о заботе, то вот вернемся к пациенту, и мы, я уже сказала, да, у медицинского работника есть права, обязанности ответа. Что есть у пациента? Есть объем прав. И вы знаете, у нас впервые в законодательстве появились и обязанности пациента. И 323-й федеральный закон в отдельной статье регламентировал обязанности граждан в охране здоровья. И обязанность заключается в том, что граждане должны также заботиться о сохранении своего здоровья. И вернемся к понятию, я не дала понятие здоровья в Гражданском кодексе. Здоровье определяется как высшее неимущественное благо, которое дается человеку от рождения, благо неотчуждаемо и непередаваемо. И состояние здоровья как высшее благо поддерживаться должно не только мерами охраны здоровья, которые государство осуществляет, не только оказанием медицинской помощи в медицинских организациях, медицинскими работниками, но и заботой пациента о своем здоровье. Но нельзя же заставить пациента какими-то репрессивными мерами, жесткими, делать это, если он не считает нужным. НСВ правы, потому что законодательно есть объем прав, есть обязанности. Если мы говорим у медицинских работников обязанности, но они там, если в печатном, то на трех, на четырех листах, вот у пациента там три пункта в обязанностях. Но что интересно и вот что всегда вызывает озабоченность профессионального медицинского сообщества, нигде не прописана ответственность пациента. И когда говорят о том, что это несправедливо, если мы не определим ответственность, мы не добьемся того, что пациент будет о здоровье заботиться. Некоторое государство предусматривает это, например, в социальном страховании определяет, что если пациент не является на диспансерные осмотры, его, допустим, сумма страховых платежей, взносов увеличивается в размерах или накладывается штраф определенный, то есть применяет финансовые санкции. Наше государство на это не идет, ну, наверное, потому, что применять финансовые санкции к гражданам, которые не в состоянии все-таки их будут, видимо, исполнить, невозможно. Что здесь возможно? Возможно все-таки вот то правопонимание, то осознание, что благо, принадлежащее тебе, оно ты им и должен распорядиться. И распорядиться таким образом, что вот это выполнение тех пунктов обязанностей, которые законом установлены, я начала их называть, их немного, но во всяком случае очень четко проходить вот ту вакцинацию, которую, посмотрите, я не стану скрывать, что вот меры такого принудительного характера вакцинации, которые стали использоваться во время ковида, были очень негативно встречены в обществе. А на самом деле для этого у граждан должно быть, у пациентов должно быть понимание, что вакцинация это профилактика. И это самое действенное средство сохранить, поддержать тот уровень здоровья, которым вы обладаете. У пациента есть включено в обязанности во время лечения четко выполнять рекомендации и назначения врача, что мы тоже не можем сказать, что пациенты это успешно реализуют. Нам иногда, вот я отмечаю, когда смотришь в медицинской документации, врачи очень редко отмечают нарушение пациентам режима лечения или неполное соблюдение его рекомендаций. Хотя это обязанности граждан. И вот я думаю, что мы с вами вот цель моей встречи и спасибо вам за такую представляемую возможность это все-таки прийти к тому, что жить нужно, да, соблюдая обычаи, но нужно все-таки вернуться к нормам закона, к законодательному регулированию. И вопрос о том, что медицинские работники должны еще раз не только знать закон, но и защищать права пациента, защищать каким образом? Очень четко реализовывать эти права, так как это прописано законодательством. И со своей стороны пациент, ну, не могу сказать, что пациент должен вот сейчас изучить нормы закона, но пациент со своей стороны должен выполнять вот своим образом жизни то, что закон регламентировал как право на здоровье. Наличие вредных привычек, да, вопрос, я снижаю лишний вес только тогда, когда я стою перед какой-то проблемой. Ну, вы должны этот лишний вес не накапливать, потому что у вас должна быть система правильного питания. Вы знаете, это требует большого труда. Но вот о чем я хочу, наверное, предупредить и ту, и другую сторону, те, кто получает медицинскую помощь, и те, кто ее оказывает. Если мы в ближайшее время в своем правосознании не вот четко не осознаем, что мы в обязательном порядке должны на сегодняшний день, соблюдая наши права, устанавливать те самые отношения сотрудничества, те самые отношения доверия, которые существовали когда-то в системе, потому что я специалист медицинского права, я на деле знаю, какое большое количество судебных дел сейчас возбуждается по действиям медицинских работников. Прежде чем вы пойдете в следственный комитет, нужно подумать, как вы оцениваете действия врача. Врач не совершает умышленных преступлений, врач может совершить врачебную ошибку, опять-таки, когда мы его сейчас поставили в условия, когда он работает действительно с такой интенсивностью, риск совершения ошибок возрастает. Поэтому вопрос о том, что врачи должны иметь достойную заработную плату, что к врачебному сообществу нужно восстановить ту степень уважения и доверия, которым раньше пользовались профессии учителя и врача. Без этого ситуация, которой я обращала уже ваше внимание, государство предпринимает достаточные меры, насколько они неуспешны. Это зависит будет от действия, все-таки конкретного действия той и другой стороны. Но вы знаете, я нашла информацию о том, что все-таки в правительстве думают, как же, ну, какими мерами можно все-таки заставить пациента беречь свое здоровье. И в частности, вот, конечно, речь идет о том, что когда пациент самостоятельно платит за страховку, можно регулировать какими-то статьями. Вот, например, даже экс-министр труда выписала себе предлагает, что если человек курит, то даже через два месяца в его крови останутся следы табака. И для таких пациентов нужно ввести повышенные тарифы на медобслуживание. Также можно поступить с человеком, принимающим наркотики, но с алкоголем сложнее, поскольку он здесь выводится. Ну, то есть, ну, можно как угодно относиться, собственно, к этим разговорам, но, возможно, что-то такое и примут. На предложении министра, бывшего министра, могу сказать, что у нас государственное страхование, а не личное. Если бы оно было личным страхованием, наверное, эти меры были бы действены. Да, 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 об этом и речь. Да, но система государственного страхования не дает такой возможности. Здесь все-таки речь идет на развитии вот права сознания. Право сознания, которое человека заставит прийти к пониманию о том, что на сегодняшний день для нас означает оказание медицинской помощи. Посмотрите, как кратковременен был подъем, когда общество в целом выражало благодарность за подвиг врачей, в пандемию. И потом, вы знаете, все как-то очень быстро закончилось. И когда постоянно вот идут обращения граждан на дефекты в оказании, в организации оказания медицинской помощи, вы знаете, ну, прежде чем отправить вот это обращение министру здравоохранения Российской Федерации, можно отправить, прийти на прием к руководителю медицинской организации, к его заместителю, для того, чтобы понять причины, связанные вот с этими дефектами организации. Ведь мы не должны забывать, что система обязательного медицинского страхования все-таки имеет дефицит ресурсов в объеме 40%. Для граждан, наверное, может быть, будет интересно узнать, что сама программа государственной гарантии, она регламентирует объем посещений. Например, на одного жителя запланировано 9 посещений в год для оказания первичной медико-санитарной помощи. А есть еще принцип доступности. Вот эти 9 посещений в год я была руководителем медицинской организации. У нас были пациенты, которые приходили в поликлинику каждый день 365 раз в году, включая субботы и воскресенье. И вопрос о том, что вот прежде чем выносить такое обвинительное заключение, я думаю, что нужно все-таки обсудить проблемы. обсудить проблемы организации. Вы очень серьезную правда тему сегодня затронули и очень много информации, о которой я думаю, что нужно будет всем нам подумать после этого разговора. Мы сейчас прощаемся со зрителями в надежде, что все-таки все друг друга услышат и что наше здравоохранение будет комфортным, эффективным для всех. Спасибо большое. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин